ГТО – три буквы, значение которых знает любой взрослый житель нашей страны. Комплекс «Готов к труду и обороне» – основа советской системы физического воспитания, ее программная и нормативная база. Он был сформирован и направлен на то, чтобы укрепить здоровье и повысить творческую и трудовую активность советских людей. Возрождение комплекса началось поэтапно, начиная с 2014 года, от документального оформления до непосредственной реализации. В настоящий момент, с 1 января 2017 года, приступили к заключительному третьему этапу. Это внедрение комплекса среди всего взрослого населения. То есть любой житель нашей страны, имеющий медицинский допуск, имеет право сдать нормативы этого комплекса. По мнению директора детской, юношеской и спортивной школы Сергея Анатольевича, сдача комплекса норм ГТО позволит включить физкультуру и спорт в общественную жизнь, а также благотворно повлияет на активность и здоровье наших граждан. Это направлено на оздоровление нации, популяризацию физической культуры и спорта, здорового образа жизни, отказ от врезанных привычек. Ну и каждый человек, я считаю, все равно в душе игрок, спортсмен. Что касается нормативов, то они затрагивают практически все основные физические качества человека, а именно быстрота, сила, ловкость, выносливость и гибкость. Кроме обязательных упражнений, существуют и дополнительные. Есть обязательные виды, в зависимости от ступени, от возраста, они варьируются от трех до пяти обязательных испытаний. И есть необязательные, их гораздо больше, и человек, естественно, выбирает, что ему в данный момент, так скажем, какие-то предпочтения он отдает тому или иному виду спорта. Стоит отметить, что сдача норм ГТО добровольна, и любой желающий способен получить знак отличия готов к труду и обороне. Для этого необходимо сдать восемь контрольных нормативов. Подробнее о комплексе сдачи нормативов можно узнать на сайте ГТО, а также в детской юношкой спортивной школы. А попробовать свои силы жители города смогут уже в следующем месяце. 12 февраля состоится первый этап «Лыжные гонки» под девизом «Лыжня России-2017». И город активно готовится к началу мероприятия. На первый этап сейчас на «Лыжные гонки» есть и лыжные трассы, новые, обновленные, причем освещенные. Судейский состав отучено 18 училий физической культуры, которым разрешено принимать эти нормативы. Материальная база потихонечку обновляется, что-то подкупается. Как бы город здесь нас тоже без внимания не оставил. Выделены финансовые средства. И я думаю, со временем все будет достаточно укомплектовано в полном объеме. Уже в мае этого года сдавшим нормативы получат значки. А вот выпускники 9-х и 11-х классов, которые станут обладателями серебряных и золотых знаков ГТО, при поступлении в ВУЗы любого профиля получают еще дополнительно 10 баллов к результатам ЕГЭ. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания АРИС.